СМИ узнали об утечке ВСИ, паспортных данных Чубайса и Дворковича. Около 360 тысяч записей с личными данными было обнаружено в открытом доступе информационных систем газорганов. Об этом в среду, 15 мая, пишет РБК со ссылкой на председателя Ассоциации участников рынков данных Ивана Беоктина. Бреши небесные. Число утечек данных из облачных хранилищ выросло на 43%. Более четверти всех известных случаев пришлось на объектные хранилища. Amazon S3. Всего были проанализированы данные с сайтов 8 информационных газ систем реестра субсидий федерального бюджета Минфина, реестра отчетов некоммерческих организаций Минюста, обращения граждан на портале онлайн-инспектор, информационной системы правовые акты ФАС России, порталы торгов по газимуществу ФАС и других. По словам Беоктина, в открытом доступе оказались паспортные данные, СНИЛС, сведения о работе, а также имена и адреса электронной почты. В том числе в сеть попали персональные данные бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, телеведущего Владимира Соловева, губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского, председателя правления госкорпорации Роснана Анатолия Чубайса и других высокопоставленных лиц. По данному факту председатель Ассоциации участников рынков данных направил запрос в Роскомнадзор. В ведомстве сообщили, что данное «ОУ» не является основанием для проведения внеплановых проверок в «ОУ» организации, упомянутых в письме. В конце апреля зампредправления Сбербанка Станислав Кузнецов назвал три главных основных направления в сфере киберпреступлений, совершаемых в России. По его словам, в первую очередь это «дэс» атаки, качество и количество которых только растет. Следом идут утечка данных и мошенничество, в особенности связанное с методами социальной инженерии. При этом эксперт отметил, что так называемый фишинг-кража конфиденциальных данных через рассылку электронных писем от имени государственных учреждений, финансовых организаций, представляет наибольшую проблему. На подобную уловку попадаются около 27-30% офисных работников в России, что является весьма высоким показателем.